Всем привет, ребята! Сегодня мы будем в видео говорить про NFT, а если точнее, как заработать на NFT. Вот поэтому давайте сразу не тянуть и переходим к самому видео. Начнем работать, как всегда, с шпаргалочки. Первое, почему я снял, почему я решил снять данное видео. Я в своем телеграмме, где-то два дня назад, вроде бы, да, делал пост про то, что я первый раз минчу фрешную NFT. Что означает фрешная? Значит, бесплатный минт у нее NFT от проекта Angry Dinos. Вот, и как бы, не суть, что я вышел там практически в ноль, даже, возможно, в минус там на пару долларов. Суть в том, что мне очень много комментариев писали по типу, что об онлайф, я хочу в этом разобраться, но ничего не понимаю. Вот, то есть, очень интересная тема, все про это пишут, но никто не пишет, как это делать. То есть, да, ребята, видео нацелено, то есть, целевая аудитория данного видео, по моим прогнозам, это новички. Если вы именно в NFT уже больше даже месяца, вам оно будет неинтересно, потому что я рассказываю про самые основы основ, но для того, чтобы новички смогли это понять и смогли это применять, скажем так, в повседневной работе с NFT-шками. Вот, поэтому, ребята, если вы новички, ставим лайки, досматриваем видео до конца, я надеюсь, оно вам понравится и поможет разобраться с какими-то основными вопросами. Что такое минт NFT? Возможно, я как-то неправильно перевожу это слово, но, в принципе, суть оно свое исполняет. Минт это чеканка, это монетный двор, для меня это получение. То есть, минт равно получение NFT, не путать с ментом. Вот, потому что мент это мент, а минт это минт. Так вот, те, кто там в NFT больше полгода, они скажут, что да это не так, ты неправильно переводишь, не вводи людей в заблуждение. Если хотите, можете называть минт. Я буду называть получение, потому что по факту это так и есть. Что такое вообще минт, кто его создает, кому это нужно? У нас есть, например, коллекция AngryDinos, которая уже распродала свои NFT. Она хочет раздать свои NFT пользователям. Ну, соответственно, на этом заработать. Ну, раздать, либо продать. Как это им сделать? Обычно в 99% случаев это как делается? Создается сайт, одностраничник. Тут есть одна такая кнопочка, минт. Сейчас это кнопка sold out, потому что он уже прошел. Но я буду показывать, например, этого проекта, который я, соответственно, и минтил у меня прямо в телеграм-канале. В чатике это было практически онлайн. У них есть кнопка минт. Тут у нас вверху обычно написано количество, то есть, например, 10 тысяч NFT. И минт. Все. То есть, соответственно, они таким образом раздают свои NFT. Как и NFT сайты переходят к вам на кошелек, это через Web3. То есть, вы подключаете свой кошелек, нажимаете минт, подтверждаете транзакцию в Metamask. Но обычно это делается через кошелек Metamask, если это на Солане, тогда это делается через кошелек, например, Фантом. Просто я сейчас буду говорить про NFT именно на эфире. Вот. Подтверждается транзакция и NFT отправляется на ваш кошелек. С этим, я думаю, вы разобрались. Да, конечно, обидно, что я не могу вам показать на примерах, как это происходит в реальной жизни. Но пока что возможно только так, поэтому я надеюсь, вы с этим разберетесь. Платный и бесплатный минт. То есть, да, бывают проекты платные, но давайте по порядку, платные проекты. Это логично. То есть, проект Angry Dinos, все на примере Angry Dinos. Захотел продать своих 1000 NFT. Он делает такой же сайт, но для того, чтобы заминтить, для того, чтобы получить данную NFT-шку, нам нужно за нее заплатить определенную сумму денег. Например, 150 долларов, ну или там 0,1 эфир, что по текущему курсу равно 150 долларов. Вот. Мы нажимаем минт, подтверждаем транзакцию, то есть, деньги за нашу транзакцию, за то, что мы хотим купить NFT-шку и уходит разработчик, а мы получаем картиночку. Вот прикольно, да? Цены могут быть вообще разные, просто если цена уже есть, то это как бы платный минт. Вот. Какой плюс? Соответственно, для разработчиков это деньги. Все. Для нас то, что мы получили NFT-шку, которую можно потом флипнуть, но про флип, что такое, мы будем говорить немножечко позже. Второй вариант это бесплатный минт. Почему разработчикам выгодно делать бесплатные минты? Что означает бесплатный минт? Это когда возле кнопочки минт, точнее для того, чтобы забрать NFT-шку, нам не нужно ничего платить, кроме комиссии. Комиссию, если что, забирают не разработчики, а забирает блокчейн. Именно при минте NFT. Вот. Какая же выгода разработчикам, ну или вообще создателям, фаундерам данного NFT-шки в том, что когда потом эти NFT-шки будут перепродаваться, то есть их кто-то будет покупать, например, на OpenSea, за это обычно снимается роялти. Что такое роялти? Легкими для понимания словами это авторский гонорар. То есть за то, что вы автор, вам с каждой продажи вашей NFT-шки и перепродажи отправляется определенный процент. Так же и тут. Например, при продаже Angry Dinos'а с меня снималось на OpenSea 2% комиссии, это комиссия площадки OpenSea, и 6% или 4% это нашла создателям Angry Dinos. То есть, соответственно, чем у проекта больше хайпа, чем у него больше коллекция набирает объем торгов, то есть NFT-шки все чаще и чаще перепродаются, тем больше зарабатывают создатели проекта. Я думаю, это тоже понятно, с этим мы тоже разобрались. Кто покупает бесплатные-платные NFT после минта? Как бы логичный вопрос. Ну, окей, мы получили NFT-шку бесплатно, ну или же купили ее там за какое-то количество денег, кому она будет нужна? Тут вот эти люди, кому она нужна, делятся на два типа людей. Первый, это те, которым понравился проект, они его изучили, они там следят за ним в Дискорде, в социальных сетях, им там все нравится, планы, и они хотят холдить данную NFT-шку, чтобы потом получать какие-то плюшки, какие-то преимущества, ну или просто заработать на холде. То есть, по факту, ну, то есть NFT, это NFT-токен, то есть это криптовалюта. Ее тоже можно холдить, но только не факт, что она будет расти, как, в принципе, и вся криптовалюта. Вот, то есть первый вариант, это такие вот холдеры, NFT-шек, можно их так назвать. Второй тип людей, это флиперы. Что для меня обозначает флип? Флип, это быстро скинуть, то есть обычно в плюс. Плюс, соответственно, если мы, например, минтили NFT-шку, скажем, бесплатно, выставляем ее за 20 долларов, чтобы окупить, например, комиссию и заработать самим там, ну, у меня вышло, если бы я заплатил только за комиссию, плюс-минус 15 долларов в плюса. Вот, кто-то откупает данную NFT за 20 долларов, и за счет того, что их там очень сильно откупают, ну, соответственно, рынки торги туда-сюда, он потом там через 15 минут придает ее не за 15 долларов, точнее, не за 20 долларов, а там за 50, условно. То есть он флипнул себе в плюс. Вот такие флипперы тоже откупают NFT-шки. Флип, как по мне, это не обязательно быстрая продажа, то есть купил и через 15 минут продал. Может, купил, через 2 дня продал, тоже в плюс. Возможно, небольшой, возможно, большой. Зачем нужен вайт-лист? Как бы мы разобрали, что такое минт, что это приносит разработчикам, что это приносит нам и что это приносит тем, кто это покупает. Ну, а теперь вопрос, как же получать вот эти вот NFT-шки на минте, потому что есть два типа минтов. Первый – это закрытный приватный минт. Приватное получение – это когда данную NFT-шку, точнее, кнопочку «Mint» могут нажать только определенные адресы кошельков, которые есть в определенном списке кошельков. У данного проекта этот список называется «White List», то есть белый список кошельков, которые в нем находятся, могут получить NFT-шку на приватном раунде. Какое отличие между приватным и общедоступным минтом? То, что приватный, соответственно, исходя из названия, могут минтить только определенные люди, определенные кошельки. Общедоступные – это те, кто успел. С этим, я думаю, мы разобрались. Так вот, для того, чтобы быть в количестве вот этих вот уникальных, можно сказать, людей, которые могут получить NFT-шку раньше, соответственно, с большей вероятностью заработать, чем те, которые получат NFT-шку на паблике. Почему так? Потому что шанс, что вы получите, например, фрышку на паблике, очень маленькая, потому что количество, если это коллекция на хайпе, конечно, все очень индивидуально. То есть, если людей меньше, чем, например… Если людей, которые следят за проектом меньше, чем количество их их NFT-шек в коллекции, то, скорее всего, их просто даже не разберут на паблике. Но мы разбираем тот случай, когда хайпа много и NFT разбирают. Так вот, чтобы успеть получить NFT и на этом что-то заработать, нужно быть в вайт-листе. Как туда вообще попасть? Обычно это делается через Discord. То есть мы идем, например, в Twitter проекта, переходим в Discord, активничаем в чате, помогаем админам, помогаем новичкам, делаем какие-то арты, пилим эмасы. Из-за этого нас добавляют в белый список, нам дают роль. Ну, обычно в проектах это там VL, активные пользователи, ну, возможно, какие-то уникальные роли для определенных проектов. Потом в какое-то время открывается либо канал, либо админ и говорят, что вот в этот чат отправляйте, пожалуйста, ваши кошельки. Вы отправляете ваш кошелек с метамаска в данный чат, и вам на данный кошелек, если у вас в Discord есть роль VL, выдают как бы доступ к данному менту. Кстати, если вы не знаете, как получать эти данные вайт-листы, у меня есть хорошее видео на канале, сейчас я вам даже его покажу. Монетизируй креативность, это про Discord вайт-листы, но на 25 минут, там практически все подробности, как их продавать, если что, вдруг. Поэтому ссылку найдете в описании, если что, посмотрите, если вы не знаете, как это делать, новичкам это будет очень полезно. С вами листами мы разобрались. Следующее у нас, где и как купить VL. То есть, да, может быть такое, что либо вы поздно узнали о проекте хорошем, либо у вас просто нет времени выбивать VL, то есть там общаться в чате, рисовать арты и так далее, и вы хотите его просто купить. Как это было в моем случае, потому что, вот я даже в посте писал, что купил VL за 20 долларов на OTS 30 минут назад. Там у нас минт был в 10 часов, я в 21.30 купил VL, потому что мне при данной проекте рассказал друг, говорит, давай быстрее покупай, вместе со мной зайдешь, потому что у него был VL. Вот, где они покупаются и как вообще это происходит обычно? Обычно вы идете в телеграм-канал на OTS рынок. OTS, как в принципе есть у меня, это чат, где есть покупатели и где есть продавцы, соответственно. Нажимаете кнопочку поиск и пишите VL. Нажимаете в пух поиск. Все, у вас миллион предложений о VL. То есть, VTS это означает продам VL, то есть хочу продать. Если будет написано VTB, это значит хочу купить, они нам не подходят, потому что мы сейчас сюда приходим именно как покупатели. И вот смотрим, например, VTS, MonkyVL, какой-то проект, аккаунт плюс mail, your price escrow, как это все переводится. Хочу продать Monky, ну какой-то проект, VL в данном проекте. Потом продаю аккаунт плюс почту к данному аккаунту, то есть все данные от аккаунта и все данные от почты. Ваша цена и все через гаранта. VTS, хочу продать MetaKiss VL плюс Samsung OGROL. OGROL обычно это даже лучше, чем VL, она там дает еще какие-то преимущества. То также ваша цена, также Discord плюс почта и также через гаранта. Все, вы находите, например, такого человека. Вот давайте возьмем этого человека, кстати, Soap, очень хороший white list, про который я тоже писал посты в моем телеграм-канале. Кстати, если что, ссылочка будет в описании. Вот такая небольшая реклама и ссылочка на чат услуг OTS. Это моя OTS. Тут проверенные гаранты, через них можете проводить, я в этих людях уверен. Вот, тоже будет в описании. Вы находите человека, например, хотите купить данный VL за 100 долларов. Заходите к нему в личку, нажимаете отправить сообщение и говорите, вот, хочу купить VL. Происходит сделка. Как происходит сделка, ребята, у меня тоже описано на ютубе очень подробно. В этом же видео про монетизирую креативность. Там прямо, наверное, из 25 минут, 15 минут забрала именно сделка прямо в онлайн режиме. Поэтому посмотрите, новичкам будет очень полезно. Вы списываетесь с ним, берете гаранта, проводите сделку, то есть он вам отдает данные, либо, тут два варанта, либо от Дискорда, в котором еще не было добавления кошельков, то есть те, у кого VL еще не кидали кошельки для получения VL на кошелек. Вот, и потом вы покупаете данный Дискорд, меняете данные на свои, там что-то общаетесь, поддерживаете активность немножечко. И потом, когда выходит пост про то, что нужно кинуть кошелек для зачисления VL, вы кидаете свой кошелек в метамаске, в принципе, все окей. Второй варант, когда этот человек пишет, что как бы, я уже закинул VL на свой кошелек, и, соответственно, я тебе продаю кошелек. Тут немножко сложнее, муторнее, потому что кошелек, невозможно изменить пароль первый, то есть человек всегда будет иметь к нему доступ. Если это ваш знакомый, окей. Если это делается все через гаранта, то есть обычно, например, если вы покупаете сегодня VL проекта SOAP, а минт будет, вы же хотите заминтить только там через два дня, то это нужно сделку с гарантом держать два дня. Потому что человек вам даст просто сеть фразу от кошелька и говорят, вот, мол, там есть VL. Вы можете закинуть туда деньги, он может эти деньги оттуда вынуть. Вы можете заменить NFT, а он может потом эту NFT, потому что у него есть доступ к кошельку, перекинуть себе. Поэтому желательно новичкам, чтобы не попасться на скам, покупайте VL, если вы будете покупать только в тех проектах, где еще не было привязки к кошельку. Либо где, возможно, отвязка и привязка другого кошелька, что бывает очень редко, но, в принципе, бывает. Вот, надеюсь, вы с этим тоже разобрались, где брать VL. Приходим дальше, то есть все пошагово, чтобы вы все понимали и, как бы, в голове это легче укладывалось. Вы купили VL, пусть будет проекта AngryDinos. Вот вы зашли на кошелек, это ваш знакомый, он вас не кинет, все окей. То есть, риском, а мы отключаем. Обычно NFT-шки либо в сети эфира, либо в сети соланы. Сейчас еще что-то пробует в сети тона, ну, точнее, в блокчейна. Ну, я, как бы, к тону отношусь более негативно, не знаю, почему это мнение ничем не поддерживается, просто лично мое мнение. Поэтому сегодня мы будем говорить именно про сеть эфира, это вообще основа для NFT. Мы переключаем MetaMask на сеть эфира, нажимаем, копируем наш адрес и через биржу, ну, либо, как хотите, пополняете сюда эфир. Потому что Mint оплата, Минта всегда идет за комиссию в эфире. То есть, если у вас будет, например, тут даже 1000 баксов, но будет 0 в эфире, вы транзакции просто проводить не сможете. Поэтому отправляем сюда, скажем, если это FreeMint, будет хватать по текущему курсу, текущую дату будет хватать где-то 5-10 долларов для Минта. Ну, на комиссию будет столько плюс-минус уходить, это зависит от нагрузки на сеть. Если же Mint что-нибудь стоит, например, это не FreeMint, а Mint стоит 100 долларов в эфире, обычно это снимается, то вам нужно пополнить 100 долларов для цены и еще там, например, 15-20 долларов, ну, на всякий случай, для того, чтобы оплатить комиссию. С этим, я тоже думаю, вы разобрались. Вы закидываете на кошелек, у вас здесь лежат деньги, вы потом переходите на сайт в определенное время. Вот тут, смотрите, даже можно посмотреть, так, FreeMint и Snow of Life. То есть, оно было прямо в жизни, в реальной жизни, 3 минуты до начала. И они кинули ссылку, и тут на сайте было, в данном случае было 4444 NFT, там было, например, написано, заменчено 2000 из 4000. Нажимали Mint, нажимали, подтверждали, и все, NFT-шка летела к вам на аккаунт. Дальше, вы получили NFT-шку, мы же хотим заработать, а не просто смотреть на картинку. Мы идем на OpenSea. Обычно проект кидает ссылку на OpenSea, что вот, мол, начались торги, даже вот видите скрин, у них ихняя коллекция продержалась там в топе, мол, почему они смотрели? А здесь непонятно почему, оно просто по трейдингу. Типа топ, вот продаж, да, по продажам. Но, тут такая приключилась ситуация, не особо приятная, что их долистнули с OpenSea, то есть, если мы переходим на их официальную ссылку, что мы видим? Мы видим такое сообщение, что этот контент был удален с OpenSea за нарушение авторских прав. Да, данный проект немножко скопировал, скажем так, элементы своего NFT с другой коллекции, за что та коллекция подала в OpenSea иск, скажем так, за нарушение авторских прав, и ихнюю коллекцию просто удалили с OpenSea. Вот, так я вам показал, как бы, как это продавать. Ну, как это продавать обычно? То есть, вы подключаете к OpenSea свой кошелек, на котором у вас есть VL, нажимаете, ну, на кружочек, идете в профиль, у вас здесь будет NFT-шки, я свою уже продал. Вы нажимаете на NFT-шку, нажимаете выставить продажу, там, условно, вашу цену. Вашу цену, то есть, актуальную цену, за которую у вас купят NFT-шку, можете посмотреть в коллекции. То есть, вот, просто идем, давайте, на OpenSea, и давайте посмотрим просто все коллекции. Давайте посмотрим коллекцию, ну, пусть будет даже санбокса, давайте посмотрим. И что мы видим? Что у нас трейдинг волум, трейдинг объем, у нас 166 тысяч эфиров, это, конечно, просто санбокс. И floor price, это означает, что минимальная цена на NFT у нас практически 2 эфира. И вот мы видим земли, это минимальная цена, и так идет дальше по нарастающей. То есть, вы идете на OpenSea, смотрите официальную коллекцию той NFT-шки, которую вы заминтили, смотрите минимальную цену, выставляете такую же, ну, либо как-то на опережение ставите вперед, то есть, выше. Не факт, что вас, конечно, купят, но все может быть. Все зависит от редкости. Бывает такое, что вам выпадает, ну, бывает такое, что в коллекции есть уровни редкости, то есть, там, например, комонка, то есть, классический, потом рарный, то есть, редкий, и эпический, или легендарный, то есть, вообще, очень-очень редкий. Соответственно, если floor у нас, то есть, минимальный прайс, например, 1 эфир, но это на стандартную NFT-шку, которая выпадает всем, то на легендарную floor может быть 20 эфиров. Поэтому здесь желательно изучать коллекции, общаться в чате, если вы вдруг в этом не понимаете, чтобы вам отвечали на вопросы, то есть, какая у вас NFT-шка, за сколько ее продавать и так далее. Правда, опять же, бережитесь с камерами. Вот, с этим я тоже, надеюсь, ребята, вы во всем разобрались. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментарии. Кстати, желательно просто подпишитесь на мой телеграм-канал, это не реклама, это просто у меня здесь есть чатик, в котором я чаще отвечаю на комменты, чем на ютубе, просто потому что на ютубе это не совсем для меня удобно. И если, еще такая функция, если я вам ответил, а потом вы мне еще ответили, то вот мне не приходит ваш второй ответ, я как бы даже не знаю, что вы мне ответили, а поскольку комментариев там очень много, то я просто, скорее всего, второй раз вам не отвечу, поэтому в чатике это будет намного удобнее. Что у нас дальше по шпаргалке? А, в принципе, все. Мы со всеми разобрались, надеюсь, видео было полезным, надеюсь, оно вам понравилось. Если будут какие-то вопросы, в принципе, задавайте мне их в личку, можете в телеграм даже писать, и я постараюсь на все ответить. Вот, ребята, надеюсь, вам видео понравилось, и, ребят, всем пока, и всем удачи на ваших будущих ментах, надеюсь, они будут очень прибыльными. Пока.